МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну и, конечно же, и на эту же тему. А я хочу коснуться вот этой энергоблокады с точки зрения того, что происходит стратегически и в Украине, и в мире, и на границе с Крымом. Вторые сутки пошли с того момента, как частная военная компания, не будем забывать, что подорвать опоры на линии электропередач, например, как это представляется с украинской стороны, что вот украинцы, обиженные на крымчан, решили, скопили остатки своего тротила, пошли и, в общем-то, подорвали опоры. На самом деле, во всем мире на сегодняшний день это действие квалифицировано как террористический акт, который, на самом деле, не только обесточил Крым, но и обесточил половину Херсонской области и даже часть Николаевской. Дело в том, что по устройству энергосистемы Украины, на самом деле, вот подорвать опоры, это не только в одну сторону бедствия, это еще и в другую сторону. Но и есть еще информация о том, что даже атомные электростанции, в частности, в Запорожское и Николаевское, они, на самом деле, завязанные на эти кусты, на эти узлы, особенно на Каховскую подстанцию, они перешли в более низкий режим генерации. И это, на самом деле, чревато вообще аварии энергосистемы всей Украины. Вот что это мы обсудим? Давайте примем первый звонок. Добрый вечер, слушаем вас внимательно. Добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. Герои Сталинграда вас беспокоят. Меня звать Виктор. Да, слушаем вас. Значит, говорили, что по графику уже должен быть свет. Я вчера смотрел и по интернету, и по телевизору на герои Сталинграда. А вот с 5 утра нет, вообще ни разу не включали. Да, есть такие регионы, и это, на самом деле, первые дни, они так и будут выглядеть. То, что свет есть на телерадиокомпании Крым, точно так же и у нас дома света нет. Смотрите, какая ситуация. В принципе, готовность, о чем идет речь, готовность заключается в том, что наша энергосистема способна вообще работать в автономном режиме. И у нас не произошло, например, аварий, которые могли бы нанести там достаточно непоправимый ущерб. То есть мы оказались готовы к тому, что это будет отключено. Но генерирующихся мощностей у нас недостаточно. Тот факт, что нам придется несколько дней потерпеть, чтобы график вошел там в более-менее привычный режим, это как отчинаш, это данность. То есть от этого мы не уйдем. У нас, на самом деле, нехватка в генерации, она примерно в 2,5 раза требуется больше, чем то, что мы делаем, производим у нас внутри. Глава республики сделал заявление вчера и сегодня. И, в общем-то, мы с вами должны быть готовы к тому, что потерпеть придется от недели до месяца. 22 числа, 22 декабря у нас входит в эксплуатацию первая очередь энергомоста, который прокладывается сегодня по дну пролива. И мощность, которую мы сможем забирать с единой энергосистемы Российской Федерации, с территории Краснодарского края, она, в принципе, почти что, чуть-чуть меньше, чем то, что Крым потребляет вообще. Кроме того, на сегодняшний день вся Российская Федерация подключается в помощь Крыму. У нас будет добавляться генерирующих станций, передвижных, мобильных. А вот эти дни свет не поступает прежде всего потому, что действительно исторически сложилось. Мы были частью единой энергосистемы Украины. И вот это по-живому, когда частные военные компании под управлением Запада пошли на обострение, вот, собственно говоря, нам какое-то время придется потерпеть. Есть еще один звонок в студии. Добрый вечер. Слушаем вас внимательно. Добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, вот как получается, что район Лозовое первое, и вот район, где дачи прилегающие Лозового, со вчерашнего утра и до сегодня, но вот до сейчас нет света? Ну да. Еще раз повторю. На самом деле районов по Крыму, где нет света больше суток, их несколько. Не вы одни. Есть даже районы, в которых, например, сотые связи не все обеспечены самостоятельной автономной генерацией. То есть ситуация на самом деле достаточно сложная и проблематичная. Это продлится несколько, может быть, дней. На сегодняшнем совещании правительства вот именно эти районы, которые еще не получали света, над ними сейчас в основном работают. И я думаю, что в ближайшие полсуток этот вопрос будет решен, и какой-то график включений все-таки будет. А мы с вами находимся в достаточно сложной ситуации, чего уж там греха таить. Мы находимся в состоянии, когда наши депутаты, бывшие крымчане, которые сейчас в Верховной Раде, говорят, что у нас состояние войны с Украиной. Они вот так вот это открытым текстом и заявляют. Джемилев, Чубаров и так далее, что раз война, так война. Не будем забывать, что и Яценюк сегодня принял решение на внеплановом заседании правительства Украины о том, чтобы приостановить вообще любой грузопоток. Мы с вами находимся перед лицом достаточно серьезной провокации, к которой мы готовились, но обеспечить вот такую вот энергогенерацию мы в принципе не успели. Мы не успели ровно вот в течение месяца. Они, понимая, что нам осталось месяц, и мы можем вообще в энергетике уйти в свободное плавание и сами даже отключиться от энергосистемы Украины, решили на этот аргумент надавить. Единственное, что могу сказать, давайте потерпим, потому что расчет с той стороны только на то и был, что бы здесь начались возмущения, что здесь бы началось какое-то там недовольство и так далее. Мы с вами приняли решение 16 марта о выходе и возвращении в состав Российской Федерации, но и нас проверяют на вшивость. Давайте потерпим несколько дней. Есть еще один звонок в студии. Добрый вечер. Слушаем вас внимательно. Алло. Да, слушаем вас. Я звоню по такому вопросу. В средствах массовой информации по центральному телевидению звучит так, что ситуация под контролем, графики разработаны, доведены до населения и будет веерное отключение. Вторые сутки звоним на горячую линию. Разумительного ответа получить не можем. Графики никто не оглашает. Отсылают на сайт. Невозможно зайти на компьютер и почитать, что это за графики. И в то же время говорят, что графики каждые несколько часов, они меняются, потому что ситуация понятна. Зачем на центральное телевидение дается информация, что все в порядке, все под контролем? Ну, смотрите, ситуация двояк. Давайте посмотрим с точки зрения управления. Предположим, вы начальник штаба, и вы вот в такой чрезвычайной ситуации. Затем, прежде всего, чтобы не возникло паники, не возникло каких-то, знаете, спонтанных вещей, которые на самом деле цель вот этой акции с той стороны преследовалась. Прежде всего, успокоит население. Второе, действительно, у нас не хватает мощностей для того, чтобы вот сразу, раз, и запитать даже с учетом веерных отключений. То есть представьте себе объем переподключений, объем вообще монтажно-наладочных работ, когда даже для того, чтобы подключить другой генератор, надо вырубить все. То есть несколько дней будут отключения, которые не будут вписываться в веерный график. Там не так все просто, знаете, тумблер нажал, свет пошел, тумблер отжал, свет не пошел. Сейчас поставляется большое количество дизель-генераторов, поставляется большое количество временных систем генерации, которые, чтобы вы их впустите в систему, тоже нужны отключения, которые не связаны с веерным. То есть есть масса технических вопросов, есть вопросы общего управления территориями, есть вопросы паники, в конце концов. И вот в связи с этим делаются такие обращения. Еще раз говорю, что нужно к этому относиться с пониманием и стараться все время подняться над ситуацией. Несколько дней будет достаточно жестковато. Дальше будет легче. А вообще будет легче после 22-го числа, когда вступит в силу первая очередь энергомоста. Есть еще один звонок в студии. Добрый вечер, слушаем вас внимательно. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Вопрос такой. Прошло столько времени, полтора года. За эти полтора года воду отключили, а электроэнергию почему-то никто не переживал, о том, что она будет включена или не будет. Не совсем так. Нужно понимать вообще вопрос, что такое электроэнергетика. На самом деле у населения есть такое представление о том, что энергетика, это вот ветряк поставил, себестоимость энергии. Ну то есть для того, чтобы построить настоящую электростанцию на территории Крыма, либо проложить энергомост, это на самом деле капитальное строительство, которое как раз и вписывается в несколько лет, до трех. А то, что сейчас полтора года прошло, это на самом деле еще не срок для такого инфраструктурного капитального строительства. А построить здесь электростанцию, которая бы накрыла всю необходимую потребность Крыма, это не так-то просто. Если даже сесть с калькулятором и посчитать себестоимость строительства, ну, например, какой-то единицы мощности. Там все действительно лежит за два года. Пока прошло три, и тем не менее ровно через 20 дней, не, через месяц, да, сегодня 23-е, 22-го декабря, у нас с вами уже будет то, о чем мы с вами говорим. А еще двух лет не прошло. И, собственно говоря, это ответ на ваш вопрос. Понятное дело, вот жесткость вопроса, вот нагрянуло, снег выпал там в ноябре, да, и кажется, что все пропало, все вокруг не так работают, кто о чем думал. Это вопрос не такой простой. Это не выйти на митинг, это не собрать урожай, знаете, ударными темпами. Это капитальное инфраструктурное строительство, которое требует, помимо того, что раз там положили шпалы и поехали поезда, еще требуется проектная документация. Там огромное количество вещей, связанных с эйсмостойкостью. Там действительно все упирается в три года, не в полтора. И, тем не менее, за эти полтора года Энергомост строится, и 22-го числа мы с вами ожидаем, во всяком случае, до Нового года, мы с вами ожидаем введения первой очереди, которое вопрос снимет. Нам сейчас приходится маневрировать с точки зрения того, чтобы включать в систему дополнительные мощности из вооруженных сил и прибывающие с материка мощности. И это тоже вызывает определенный объем работы, который приводит к определенным отключениям. Нужно потерпеть. Есть еще один звонок в студии. Добрый вечер. Слушаем вас. Вечер добрый. Вы меня слышите? Да. Я хочу в полный случай напомнить всем людям, которые меня сейчас слышат. Вы вспомните, пожалуйста, 90-е годы, когда рухнуло управление, рухнуло государство, рухнула идеология, рухнуло все. И не было ни света, ни газа, ни электричества. Вот тогда было действительно страшновато, учитывая еще то, что... Вы вспомните, какие конфликты страшные. На Кавказе, в Средней Азии были разверганы по всей периферии бывшего Советского Союза. По сравнению с тем, что тогда было, сейчас, ну, я думаю, уважаемые товарищи, стоит немножко потерпеть. Сейчас в России адекватная власть, в отличие от той, которая была тогда. Сейчас в России адекватное управление на местах. По крайней мере, куда более адекватное, чем в соседней Украине. Спасибо за внимание. Ну да, и вам спасибо большое, потому что, на самом деле, вы разложили на картах, как оно выглядит. Действительно, если взвесить меру зла, которую, например, испытывают люди там под бомбежками, и там знаем районы в бывшей Украине, это Донецкая народная республика и Луганская, мы с вами все равно меру зла и вынесли меньшую, и даже если нас вот сейчас напрягают вот таким вот способом, мы можем потерпеть. Тем более, речь идет о вполне понятных сроках потерпения, и действительно, если сравнивать с 90-ми годами, а многие жили в те времена и помнят, и тем, что происходит сейчас, мы во многом, конечно, стали более расслаблены, потому что сытые были двухтысячные, и, в общем-то, мы просто расслаблены. Знаете, есть такая психология, все вокруг должны, но бывают катаклизмы, когда надо просто объединиться, надо отбросить вот это вот, знаете, такое, ну, все вокруг мне должны, а я только буду сидеть и ждать. Работа ведется, она будет сделана оперативно, она будет сделана в меру, в меру возможного, достаточно быстро и качественно для того, чтобы этот вопрос закрыть раз и навсегда. Хочу коснуться такой важной темы, которая заключается даже не в том, что Украина взорвала опоры ЛЭП. На самом деле, если понимать, что украинцы к этому не причастны, а причастны некоторой частной военной компании, которая управляется из-за рубежа, да, собственно говоря, все эти депутаты Верховной Рады, выходцы из Крыма, они все являются офицерами спецслужб, и глобальных, и западных. Так вот, вот этим вот ударом Украину просто взяли и красиво смели с энергорынка Крыма, и теперь, на самом деле, обратки туда-то и нет. А если еще учесть, что сегодня штурмовали офис Ахметова, вспоминаем, кому принадлежит энергетика Украины, и, в общем-то, о каком переделе идет речь, то речь идет о достаточно глобальном переделе, когда определенных олигархов убирают, а мы с вами просто оказались при раздаче точно так же, как и большая часть Херсонской области, которая точно так же сейчас не до энергетически, не запитана. То есть вот та война, которая идет гражданская на территорию Украины, а мы ее отблески сейчас чувствуем на себе, и слава богу, что мы оттуда ушли. Вот это, мне кажется, самое главное, что нужно на сегодня понять. В принципе, вспоминаем, год назад была такая же ситуация, когда Украина, принудительно, не взрывая опоры, в общем-то, обесточила Крым, и мы с вами несколько дней жили в этих условиях. Что потом наступило? А потом наступило то, что политически, то, что взаимодействуя с энергосистемой Украины, России, я продавила тот вопрос, что мы с вами весь год смотрели на окна вечером, а они горят. Все было нормально. То же самое будет и сейчас. Самое главное, чтобы среди нас вот эти, знаете, помните, кавказская пленница, когда стояли они втроем, а есть один слабое звено, который на едущую впереди машину потек. Самое главное, чтобы среди нас потекших было меньше, потерпеть нужно не так много. Да, это действительно тяжело, да, без света, без воды, это на уровне гуманитарной катастрофы. Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело, связанное с тем, что это террористический акт, который может повлечь гуманитарную катастрофу, это юридическим языком. Но, тем не менее, в той ситуации, в которой мы находимся, мы находимся подготовленными не с точки зрения генерации, но с точки зрения того, чтобы эта катастрофа не состоялась на уровне техногенной. То есть у нас все службы готовы для того, чтобы подъезжающие мощности включать в систему и запитывать те регионы, которые до сих пор еще света не получали. Есть еще один звонок в студии. Добрый вечер, слушаем вас внимательно. Алло, добрый вечер. Я бы хотел уточнить один вопрос. Дело в том, что у нас существует свои проектные институты. Насколько я знаю, используется ветровая электроэнергия, солнечная электроэнергия. Разрабатывается ли дальше проект для использования своей альтернативной энергии из двоих электростанций по Крыму, чтобы не зависеть от таких кабинетов. Проекты создания электростанций и самого разного типа генераций, они есть, и они уже в работе. Даже полгода назад было огромное количество фотографий, видеоматериалов, о площадке, которая там в районе за Байдарской долиной под Севастополем нам тоже строится электростанция. Это вопрос небыстрый. Вообще, с точки зрения инфраструктурного строительства, особенно такие объекты, которые должны запитать, ну, на секундочку, федеральный субъект федерации или даже федеральный округ, это серьезный вопрос. Ветряками не запитать федеральный округ, не запитать даже, ну, знаете, вот эта зеленая энергетика, которая считается, ну, как бы, альтернативой. На самом деле, эффективность соотношения цены-качества и, собственно говоря, генерируемая мощность не идет ни в какое сравнение, чем капитальные гидроэлектростанции, тепловые электростанции, атомные электростанции и так далее. У нас особый край, мы курорт, мы не приемлем, например, с точки зрения там атомной энергетики, там, в силу разных там обстоятельств, и сейсмических в том числе, но строительство этих станций это серьезный инфраструктурный и длительный проект. В любом случае, выход из этой ситуации заключается в том, чтобы включиться в единую энергосистему Российской Федерации. Сделать это можно через территорию Краснодарского края. Собственно говоря, проект энергомоста и подразумевает, что мы будем получать на первом этапе, на первой очереди, до 400 мегаватт, а далее вторая очередь, которая планируется к лету 2016 года, мы вообще вопрос закроем раз и навсегда. И Украина, собственно говоря, с ее энергосистемой останется за скобками. Вот в этом месте, если звонка еще нет, я хочу коснуться очень важной темы. Вообще, на самом деле, те люди, которые планировщики таких мероприятий, террористических актов, они на самом деле, как всегда, преследуют несколько вложенных задач. Кроме того, чтобы напрячь ресурсную устойчивость Республики, Российской Федерации и так далее, и так далее, еще преследуется политическая и общественная задача стравить русских разных территорий. Это очень важно. Нужно при всех своих разговорах на кухнях понимать, что с той стороны границы за перешейком сидят такие же люди и в темноте, и точно так же, как мы, которые никакого отношения к этой войне гражданской не имеют. Стравливание, которое произошло в результате государственного переворота, которое произошло в результате развязывания гражданской войны и которое управляется из-за рубежа, оно носит системный характер. И если, например, они достигнут одной изложенных задач, это стравить разные части русскоязычных людей. Я не говорю там о русском народе, я говорю о всех людях, у которых язык межнационального общения русский. Так вот, если вот это вот удастся стравить, то война это будет на десятилетия в той или ином аспекте. Поэтому предлагаю, кроме того, что о хлебе насущном, об энергетике думать, еще и понимать, что рано или поздно всю Украину, как русскую территорию, которая полита кровью отцов и дедов, которую мы ни в коем случае не будем оставлять Западу, который по факту ее оккупировал, нам все равно придется жить вместе с этими людьми, нам все равно придется влиять на них, нам все равно придется их вытаскивать из той экономической и гуманитарной, и, собственно говоря, вот эти вавки в голове, которые им посеял их телевизор, нам все равно придется восстанавливать и Украину, и все вот эти русские территории, которые по итогам Второй мировой войны входили в состав Советского Союза. Исходя из этого, предлагаю такую стратегию, чтобы не разжигать рознь и ненависть. Да, там есть с той стороны огромное количество, чуть не сказал нехорошее слово, вы понимаете, о чем я говорю, которые участвуют в войне, в разжигании этой войны. С ними будем разбираться с законным порядком, когда государственный переворот на Украине завершится. И к тому моменту, когда он завершится, я думаю, у нас с энергетикой все будет хорошо, у нас с водой все будет хорошо, у нас вот эти инфраструктурные вопросы будут закрыты раз и навсегда. Ну, во-первых, еще и потому, что мы с вами являемся южным форпостом базы Черноморского флота, мы являемся серединой Черного моря, которое, если поставить циркуль на карте и очертить, например, окружность, то мы с вами являемся достаточно важными южными воротами, и нас, Российская Федерация, вот уж точно никогда не оставит в беде, до этого и не происходит. Об этом даже стыдно было бы говорить. От нас требуется сегодня только выдержка терпения, причем терпение не годами, не как, знаете, в оборону Севастополя, когда это длится месяцами, не как в оборону Севастополя вторую, когда это тоже длится месяцами. Речь идет всего лишь о нескольких днях в пределе до 29 декабря. Крымчане в подпреемственности поколений и не такие беды переживали. Это беда, еще не горе. Давайте отнесемся к этому спокойно. Ждать надо несколько суток, и эти сутки в основном технически, организационные, связанные с поставкой сюда дополнительных мощностей генерации. В конце декабря у нас ожидается первая очередь энергомоста, и в общем-то этот вопрос, я думаю, к нему в следующем году возвращаться уже не будем. В эфире была экстренная, в общем-то, такая информационная война с точки зрения расставить акценты и понять, где мы с вами находимся. Встретимся с вами встретимся с вами в среду и обсудим уже, я надеюсь, уже больше телезрителей смогут смотреть нас в эфире, уже больше телезрителей смогут дозваниваться, мы сможем с вами подвести какие-то промежуточные итоги и, в общем-то, расставить акценты относительно того, что происходит на Украине. Там на самом деле события происходят чрезвычайно важные. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин